привет всем зрителям традиционная дуэлька в пятую циву сегодня играю с александром штефановым правильно я предлагаю тебе самому представиться что наверно лучше про свои каналы раз по свой канал расскажешь да привет я думаю что на самом деле у нас неплохое пересечение аудитории потому что люди которые интересуются история они обычно любят стратегические игры вроде цивилизации 5 до меня зовут александр штефанов вы могли видеть меня там в тик токе на ю тубе с историческим контентом в общем-то с просветительским контентом очень люблю цивилизацию пятую видео лёша халецкого очень хороший человек что хорошее видео делает делал дел по цивилизации 5 сейчас к сожалению она они кончились ну дуэльки видишь вот мы с тобой дуэльку и тебе вишерном домом получше цивилизация выпала чем не шашона у меня турция которая собственно на этой карте никаких бонусов иметь практически не будет если только доиграем но еще раз поясню какая карта я вот александр рассказал мы играем на высокогорье на высокогорье с большим количеством гор то есть это как будет перестрелка но мы она будет очень тяжело друг дружке пройти по идее так задумывается и в начале где-то будет развитие у нас какое-то потом уже где-нибудь да встретимся не знаю как конечно мне на шашонов нападать в которых бонус к защите есть ну попробую это это специально чтобы не подольше поиграть получается мне кажется на янычарах есть янычары мне очень понравились играл за турцию да но янычаров доиграть надо хотя бы на этом это переживать по этому поводу а у шашона в бонус ты сразу ставишь город и у тебя куча ресурсов добавляется блин очень хочется сюда подвинуться чтобы петра была не знаю есть это магическое подписал гайды по цивилизации мне кажется что ты знаком с этим трепетом что есть ощущение что ты все равно найдешь способ как меня перехитрить и переиграть хотя нация безусловно очень классный выпало так ну имея ввиду что на этой карте будет много варваров спали даже если не сразу что мы не поставили агрессивные но все равно их тут будет прилично потому что тяжело всю карту контролировать вот из-за пересеченной местности и они по-любому будут появляться постоянно на поняла и куда это разумно так но мы конечно будем сейчас искать проходит сопернику в любом случае четыре города государства у нас тут ну чё как место у тебя но слушай ну во первых я шашон поэтому меня захватил во вторых ты уже сразу нашел в руинке жители смотрю но я же шашон я нашел то что я хочу ну да 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 блин он все знает знает уже но да 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 нормальное место холмы есть но хотя тут ты говоришь холмы в любом случае будут тут их будет очень много за короче должно быть много ну вот единственно видишь обидно у меня нету трех яблок мне кажется их тут мало в принципе трех я конечно у тебя есть нет нет а ты так уже жителя получил господи счет еще на трех яблок это все был бы какой-то улет на какой проходит здесь есть я считаю смотрим нужно поддержку так какую сторону сюда наверное глянем снял им к европу не встали 4 больше играл свое время в турнирную на золотой корове играли мы хорошая была история я вот там за твою турцию в эти жители ухо сыграл ты бы знал блин открыли теху которую я и так открывал ладно уберу сейчас а турция по-моему в европу универсалис одна из сильнейших это правда чушь ты так блин открыл короче представляешь открыл технологию которую изучал один ход оставался до изучения ну вот ты же можешь выбирать что брать все что тут тупанул лучше в культурку взял надо на культуру рано я подумал что теперь еще не знаю чего я хочу я вот не знаю просто как сможешь ты до меня дойти не сможешь если не сможете традицию как будто бы лучше взять а так как будто бы волю не знаю или на дуэлях всегда волю берут что делать на дуэлях с институтами вообще от территории зависит они от скорее кажется что в дуэлях чаще берут волю нет ну да в принципе да но если у тебя не знаю ффа если у тебя много территории много люксов то почему не взять волю тоже даже даже если прохода нету есть варианты все проход у нас в любом случае будет но вопрос какой удобно или нет и ну есть у меня одна идея на этот счет слушай но вообще мне нравится место интересно как минимум а я же пора напомню шашонские разведчики они в меткалуков сразу обращают да да ой как интересно мульти повезло с целый конечно так он уже встретил 15 получил это правда а тебе наоборот как-то не очень да и мои уникальные юниты мягко говоря на этой карте поздновато или что просто не особо они там действуют почему вот на этой карте был бы вот уникальный юнит здесь у нас янычары у американцев уникальный юнит там же где янычары но у него бонус на холмах например он бы на этой карте к раскруче зашел ну я не уверен сука овец у него просто бонус на холмах и янычары хилится бесконечно я не знаю что лучше думаешь они не бесконечно не хилится при убиве да если не убьешь то и ну и чё как будто бы когда ты идешь в этот низ вниз же не идут обычно а когда ты идешь вниз то ты боюсь против более слабых юнитов если до них дошел то ты уже убиваешь как правило мне кажется так может я конечно ошибаюсь так сто двадцать я хотел посмотреть как она абсолютно одинаково с мушкетерами так что нам дальше наверно бар на великую библиотеку банят а да кстати мы же мы же не договорились да мы без великой библиотеки и без великой стены хорошо да мне а почему почему объяснить объясни почему великую библиотеку она довольно много дает в дуэли научного бонуса даже не в том плане что ты бесплатную теху открываешь а что ты быстрее набьешь великого ученого еще довольно дисбалансно да да и не голосуем в этом в конгрессе вообще да помню я как-то в дуэли с другом играл и специально в меценатство зашел чтобы чтобы построить но это тоже в дуэли слишком слишком имбово тот кто первый захватывает голоса там просто невозможно скинуть потом и он там начинает свою религию продвигать что еще плюс голоса идеологию например если мы долго сидим у меня кайлас отлично кайлас мне нравится у и жителя получил отлично так слушай ну как-то я долго тебя не нахожу действительно интересно это успокаивает должен сказать делает меня спокойно расслабься успокойся так вот да на турции слушай ну просто плохо отыграл плохо на самом деле проблем я сейчас опишу проблему на турции потому что она действительно многим кажется забавным в контексте сегодняшних событий я надеялся на маленькую победоносную войну я просто я просто думал что враг слабее я я думал что можно его одолеть в полсилы что можно не тратить ресурсы на врага оказалось что это была моя последняя война и больше больше я великой державы и не был после этой войны такая вот там история если коротко грустная но поучительная на этом очень что-то напоминает да 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 бывает и такое как там варвары те еще не достают уже как-то так средненько я вижу тут хорошее место но вы придите как и туда пройти злые ребята как бы я от них другого не ожидал да думаю что паренда сюда буду ставить чтобы криваса с ним хотим гора непонятно на реглора не поставил ну и даже не построил поселенцы сейчас поставлю второй город они будут терроризировать концентрировался на поиске руин так знаете что я наверное лучше сюда пойду дуболомом это класс на шашонах этих сумасшедших этим у нас будем будем защищать посела так но я бы в традицию пошел здесь не видно соперника то есть он где-то наверное вот тут ггшка я вижу границы вроде ггшки еще то есть соперник где-то здесь вот за коломбо находится это очень тяжело пробраться туда так что традицию берем дальше наверное лучников надо открыть блин своровать рабочего не у кого я думаю ггшка где-то должна быть вот тут еще сейчас мы попробуем к ней дать его даже там воровать ггшками тяжело сколько ты нашел ггшек не поверишь одну ту же самую что и ты слушая я понял как мы расположен друг от друга это мне меня очень радует ты наверно тоже понял как мы расположены до исходя из этого ну приблизительно интересно ну то есть так по по разных сторонах хребта длинного да тут вот именно в этом прикол то есть тут разделение считай горами они они водой карта я вот всю жизнь играл дуэлях на запад-восток или на пангеях а мне вот это больше нравится сейчас по концепту мне она нравится очень запад вас не ну здесь считай минус все морские юниты то есть она прикольная но ты минус все все морское ну да это правда это неприятно и бонус турции получается не работает да это печально но киев я встретил класс и после меня нашел еще эту штуку щите не повезло по жизни а как территория но она нормально на этой карте у всех по идее должна быть того что мне кажется что мне какая-то сказочная на панге это было бы просто сказка пошли овец обработаем у меня сейчас производство что это переключил у него уже по моему уже пять жителей у него в столице очень неплохо ну шашоны что поделать шашоны так а куда мне дальше идти наверно давайте же в общем мрамор обработать было бы все давайте на давайте сюда денег о дратути здрасте я боюсь патологически сразу войну объем вот что и требовалось доказать агрессор как все начиналось так руинка отлично так ну я думаю блин а может сюда поставить сюда получше будет войну два амбарника него еще для своей защиты скажешь три блин ну вот тут кстати потом город вот сюда можно будет вот если я витя до этих овец то не дотягиваюсь получается этим городом но этот город тут хороший будет стоять что сюда идем что варвары прижали к стенке так внезапно ты что расслабился оказалось рано что делать так давайте наверно пансион и все и поселенцы у меня даже жены они просто вот видишь они ждали окружении меня вот так давайте сделано за два года у нас пока есть еда 80 золота зашибись вы сейчас рабочих так я бы пансион был вроде кажется на серебро надо с другой стороны но у нас только два серебра получается только выбирать каким каким из ангара предлагать здесь не мне тут не нравится мне тут нравится и я третий город вот сюда куда-то поставлю надо вот тут разобраться с варварами будет так чё там 90 11 11 но производство несмотря на то что у меня на два жителя меньше у меня круче а у тебя тоже на на напряг с варварами да конечно эти сижу весь напряженный тут скорее странно что у меня долго проблем не было ну просто не дошли еще до тебя но и сразу с трех сторон так интересно покажешь карту да покажешь карту ну с каких с трех сторон готовилась нападение варварами да 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 это это мы покажем я привез так так наверно так пока оставлю когда нужно обратно воинов везти надо отходить надо как-то спасти этого скаута превентивно да блин почему их так много блин а все хана скаут какой-то я тебе говорил они тут будут спариться очень много несмотря даже а себе агрессивные поставил то вообще ты наверно там да на рад что я отказался от этого прекрасного предложения здесь вот именно из-за пересеченной местности варваров будет много так ну короче минус у нас скаутка я никуда не могу встать чтобы у меня не протоковали двое из них а почему объясни мне почему город в обычное время голодает а когда я строю поселенцев он не голодает потому что не во время постройки поселенцы не тратится еда ни на что типа все но у тебя и город не растет при этом правда вообще никак это то есть вообще она не тратить можно все это вообще не оставлять как-то интуитивно было понятно на на практике сразу покупаем что он еще счастье дает так знаете что я наверное один ход пока подать чтобы сразу при слышать а может на плюс 4 нет блин не сходит под масонка не идут жестокие бои держись я считаю что в принципе главное от варваров не отъехать и можно будет побеждать потому что действительно нация у меня получше о фудзи дуболомов прямо отвел как ты без дуболомов там сопротивляешься с трудом плачу вытираю слезы те теряю юниты правда да так ну что брать на серебро или брать на чудеса на этой карте есть же смысл честь принимать получается да интересно блин а может все таки плюс 4 взять а ты принял нет ну ладно блин ну культуру 2 на все таки плюс 4 от чудес возьму такой чудо природа не расскажешь захожу кайлас какой у него бонус 6 веры и два счастья ну такое нормально 10 веры получается так вот сейчас надо бы уже подрасти я думаю так даже от свое чудо нашел да у меня фудзи мне кажется у меня даже чуть получше чем кайлас она больше нравится по крайней мере град у тебя подошел ко мне а то есть и фудзи еще не видел видел и что какой а чё ты решил пусть вы не вести да это ошибка согласен нужно было вести на этом ходу ставить не видишь бы не смог на этом ходу поставить но вне смысле я бы смог но вообще да и вот этот все равно не это мне кажется ты меня не обломает что-то так замедлить можно так да надо вот тут разбираться и вот сюда город ставить 3 реально хорошее место выглядит и нам в педру мне кажется стоит идти так что он открыл любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где это либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров же ужиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку ну фуди тоже неплохо веру дает ну да посмотрим что там еще за эти примешь ну ужас убежал ну то в общем тут проход к нему вот в эту одну клетку похоже вот тут где-то еще проходы но волю тут играть мне кажется начиналось все красиво было бы так себе так попробую получать я тебе лагерь варваров снес а короче нашел лагерь варваров 1 где-то вот там вот знаешь где пшено стоит там вот и нашел лагерь варваров и где пшеница и лагерь варваров и почему мне где-то середина карты по-хорошему такое роскошное место для петра с четырьмя этими холмами мне тоже к эти петра нужно за может павел пока в два города поиграю посмотрим так гонится за моим юнитом то тут я думаю явно гора так что надо сюда идти этим он вроде ходил уже я бы пожалуй купил надо расти сначала ай забыл про юнит как всегда у него сильнее у него метколуки опнулись за счет этого у него считается армия сильнее думаю что после рабочего надо еще лучников построить тут за счет того что это бывший скаут можно вот так спокойно ходить чтобы тебя не атаковали не на производство на веру чтобы она тут почему-то города было середине хорошие места с этими яблочками постоянно да а типа у тебя такой же холмой а это как будто не зина мы спускаемся с гор правильным горцы да интересно так я наверно хочу надо будет вырубать все леса но это на чудеса я думаю даже на петру скорее всего ладно тогда пойдем вообще надо бы овец обработать она пойдем как овцам обрабатываю мрамор в первую очередь для того чтобы ускорить строительство чудес ну по демографии у меня пока лучше производство вообще у меня офигительно он зачем-то открыл библиотеки я не буду спешить с третьим городом я пока этих двоих хватает тем более нехорошо это второй твой город да я вижу наверно соленья нет это моя столица для да так и близко ко мне обманываем соперника дальше дезинформируем тотально ясно но я чем-то ему помогаю конечно эту сумму похуже что-то знает блин может караван построить я прям столице было так тут блин или может гель нет не важнее сады и петру в данном случае так этим лучником в эдирной пойдет у конечно отсюда могут вару и приходит довольно мало клеток вот отсюда вообще не пройти если тут вот лагерь воров где-то тут может появиться но его мало клеток для прохода поэтому пока терпим приходится подходить тут гора то есть ему надо но и тут он не пройдет видите и тут как и гора вот глюки игры иногда эти вот на этой клетке на этой горы но они почему-то не прорисованы то есть проход на самом деле только вот здесь а потом к нему проход только вот тут в одну клетку и тут наверно тоже его нет скорее всего но хорошо следующим ходом убью и захвачу лагерь кстати где еще ггшки то получается он еще как минимум две ггшки встретил видимо мне кажется где-то будут стоять и контролировать эти тут проход ко мне вот эти три клетки по-другому ко мне никак не пройти не хотелось бы чтобы у меня исследовали территорию да и ни у кого рабочего украсть вот тут я контролирую приближение кого бы то ни было все хорошо стоим осталось поразвиваться но я отправлю караван из эдирны в стамбул в стамбул что нам после каравана строить верно мавзолей начну но я переключусь сразу как только открою сады он же в сады не вышел 77 77 77 не ушел в философию пошел 35 так же кстати я железо открыткаешь несправедливо что корабли не могут плавать по рекам и озерам куда ты уже плыть собираешься сиди на месте у тебя тут просто таки озера кажется что это вот идеальная база для речного флота плавун это да я так мавзолей построим тут я не буду пока аристократию брать я возьму все-таки ман или блин взять аристократию знаете что возьму аристократию ладно убьем этим лучником потому что это у нас бывший скаут он сможет нормально тут бежать дальше смотреть что за территория а сколько у нас всего гагашек скажем вообще должно быть 4 но честно говоря я нашел только две нашел все только ну вот одну коломба видимо да но они говорили ну прямо скажем у меня еще не немного карты открыто не ну а я так половину к больше мне кажется половина карта открыл и мне кажется они у тебя там где-то плотно лежат нет они могли просто не поможет такое бывших это может быть может даже построить один ход подождем почти по таймингу у меня караван появился все равно 5 ходов да надо отступить и вылечиться это этого лучника нам надо сохранить 5 ходов так он вышел в классическую эпоху куда ветка луков интересное решение так но я наверно еще лучника сделаю что у нас тут с варварами могут быть очень много проблем лучше иметь юниты сразу до 3 я вот норы блин на олене конечно жалко может сюда но тогда пересекаться будут так но я не думаю что он у меня угонит сады раз он вышел в метка луки на гаиде к четвертую поставил он на меня нападать то не планирует случайно она я не что я открою сады и после этого в метка луки заглянул таким я не заказали бешка можно только если здесь как рядом взял бы метка луков еще пару сетов с руины пошел бы наверно тебя бить потому что у меня бы не было до метка луков ну я думаю что нет но я же типа очень быстро бы взял с этих руин да ну тебе надо было сколько скаутов 3 скаута тремя скаутами прошелся по территории и много руин собрал но хотя это не это было авантюра так давайте растение рубить он храм артемиды построил но у меня денег на апгрейд 2 двоих точно есть в метка луки у меня нету лошадей например коляске сделать странно меня нету лошадей а железо вот только здесь немножко конечно такое ощущение что стратегический баланс город и работает но второй смысл поставил третий не поставил хочу спешить но вот видишь что-то интересно что ты как будто быстро очень от за него и но зону свою определяешь идти по действительно можно и местами не спешить потому что видишь куда противника можно не пустить ли месяц на мне каждый желек блефуешь ты сейчас на следующем ходу поставишь третий город и что не такое скорее всего уж эти не определенные граждане ужас да возьмем трудовую повинность это еще плюс нам надо сады и и петру стамбуле я буду просто шикарно себя чувствовать я думаю 3 метка лука защитить вот эту территорию и что что случилось до нее и они строят как раз просто было интересно много камня выпало интересное чудо не так часто его вижу зря очень хорошее чудо но безотносительно местности типа ты имеешь виду его бонус на 100 монет за великолепно и как-то видишь я недооцениваю его почему-то но вообще да со временем она много денег дает артемида больше нравится может все таки прямо в эту идти артемида тоже хорошее чудо я же не спорю надо бы дорогу наверное вы дирны даже интересно вот второй бонус от этого от галека там реализовываешь как-то немножко ну так именно ради денег интересно тут есть лучник я просто думаю стоит ли мне им заниматься я думаю что пока просто в стамбул вернемся дорогу надо будет как-то вот ты говоришь что это видео выйдет в пятницу или субботу правильно да хорошо как раз нас сегодня вот сейчас почему задержались я отснял видео про понятие временем в древней греции как раз как раз на следующий день воскресенье надеюсь она выйдет они как-то по другому время понимали да слушай а вот его задумался над тем что ты нему ты можешь объяснить время ты можешь объяснить что такое время вот для себя ну что такое время ну я понимаю концепцию времени да но но вот это просто у авреля августина философ раннехристианский у него была цитата которая вот буквально она вот очень похожа на то что ты сказал она о том что я как бы знаю что такое время но если меня попросит объяснить то я ничего не смогу сказать потому что время точно такой тонкий конструкт но до греки вообще иначе смотрели на время они во первых у них не было линейной истории то есть они не вот там вот и 100 ну то есть мы представляем всегда историю какую-то вот череду последовательных событий то есть вот сто лет назад была первая мировая война 50 лет назад была холодная война не знаю там 20 лет назад было там не знаю становление постсоветского пространства условно для греков таких категорий они не вполне существуют они во первых живут в каком-то цикле невероятно то есть для них время циклично давайте здесь все варю ратере есть очень интересная цитата что он является одновременно и предшественником и потомкам троянских героев потому что он живет в цикле и он понимает что троянская война будет как до него так и после вот и вот этим все пронизано какой-то иносказательностью пронизана вся философия греков и это очень сложно разобраться в том что все таки что они вкладывали понятие времени но это интересно вот я пытаюсь разобраться в ролике ну вот как раз выйдут можете перейти на канал да 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 спасать послушать нативная реклама я размещу прекрасный рот ставимся в стамбул чтобы сохранить не не апаю пока в мед калуке потому что ну не вижу смысла честно говоря если чё деньги на что-нибудь другое потратим то есть пока я здесь строю чудеса здесь я строю посела который у меня сюда куда-то встанет самом деле общего сюда наверно хочу я думаю вот сюда прямо три вот эти все овечки тогда обрабатываются пустыне это уже не нужна в этом городе уши мы петру все-таки построим так что с производством у меня все еще больше двумя городами а у меня даже уже население больше чем у соперника так и нора тут буду стоять в лесочке все я только боюсь вот варваров отсюда с тыла вот это армия такая маленькая варвары варвары гнобят убивают юниты сколько юниту фарвара убили на штук 3 уже и ты 4 убил ты тоже варвар ну да да понимание турка определенно так так значит эти и эти леса мы сохраняем давайте наверно вот тут все они там устроить сады уже точно мои так как я хост да вот эти каша благовония не очень удачно расположены их защищать например тяжело будет я на самом деле четвертый город не хватает поставила та же фигня дублирующиеся только есть ой смотрела короче видео одного блогера он говорил что вместо висячих садов лучше построить караван если на море туда я соглашусь так в принципе еще бы ты с ним не согласился на море реально то есть они дают висячие сады дают ровно столько еды сколько морской караван но в другом во первых у меня город не на реке ну хотя ладно меня на вы на озере тоже можно сады но висячие сады еще бесплатные сады дают так на минуточку ну да у тебя озеро да реально может так наверно давайте арену это прикольно согласен счастье реально немного так ну я себя чувствую пока хорошо подима заканывает город государства снос этого лагеря варваров и не печально это но ожидай для отстаю жду так ну 4 золото четырех последователей и трудовую дисциплину вот только хотел спросить как как там религия поживает а вот она ну вот она и действительно так пять ходов до петры да четвертый город где-то вот тут бы поставить конечно по производству конечно ты симеон сильно выглядишь значит там холмы свои не обрабатываешь но я вот видишь на рост играю так я тоже на рост видишь артемиду артемиду сады поставил зрению больше ты меня да да лишь как парадокс где там же население при непонятном лично для меня считает парадокс это европа универсалис а фераксис европа универсалис это недоразумение а не парадокс нет я люблю европа универсалис но это ужасно оптимизированная игра игре сто тысяч лет и она до сих пор в мультиплеер но она просто не для мультиплеера мультиплеере очень плохо те же самые проблемы в цире не ты не понимаешь что я я играл и кто и другое его то есть ну то есть давай так в европе универсалис считается нормальным когда ты вот эти четыре часа сессия да то есть четыре часа играете из этих четырех часов в час тратите на такие вещи как rehost и старт там чтобы все подключить вохода за петры ведь это все то есть реально и точно это считается не чем-то прям таким ужас час это нормально только средний показатель 25 процентов времени игровых примерно вы тратите именно тут технический момент что-нибудь обязательно пойдет не так прям вот сто процентов ты знаешь в циве то же самое у нас считается типа час подготовки к началу сетевой партии вполне нормально а потом рассинхроны внутри игры перезагрузки опять вот это вот все это да учу счастья у тебя не хватает да все он знает все он знает все у меня хватает то что сейчас начнется и мы там пришли защитить несчастных жителей шашонов рядом на кайлас решил сходить посмотреть да великое великое чудо красивая да мы ценим ценим так как любые два хода возможно эту клетку добавить до она пока сюда встанем один ход с один ход что поделать один ход эти бараки не ходе за мной блин знает чем у меня проблем и никаких проблем нету в наши державе мы все идет по плану да да она еще даже не начинал как бы развиваться в общем то я так серьезно еще ничего не начинали как бы это правда это правда б если мы всерьез начнем мы стамбул за три дня одним полком возьмем так жалеем жалеем вас начнет свой блин тут ферму делать жителями там подставлять ход потерял считаются так есть позже знаем мы знаем вот даже компьютер тут рекомендуют ставить ну пошли потихоньку посмотреть и как-то вот снова варвары отступили от меня мне кажется они на тебя накинулись потому ждали душат за своего приняли действительно хорошо на не таки не можем отличить шашонов от варваров вы же наши да 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 вообще мне кажется шашон и турки это практически один народ очень похожий язык там я так и ждал как трубы нет 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 мне кажется они я уверен что вы должны быть частью турек шины ну не знаю мы подумаем подумаем кто чьей части будет как бы я человек простой кто будет выигрывать к тому и примкну скоро же турецкие сериалы начнете смотреть великолепный век да 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 у нас глава государства сериала выпускает смешные ой как глава шашонов да глава шашонов он такой комик юморист турок все еще два города надо пнуть да вообще какие как варвары гнобят я не верю ни единому твоему слову почему я но есть меня сомнения некоторые научен лидером своего государства да какой ужас что там у тебя а тоже в беларуси ты же в беларуси жил правильно я помню да нет да сейчас не живешь да уже да да то то а с какого года не живешь с восемнадцатого семнадцатого восемнадцатого не с двадцатого не я за у меня есть видео на канале где я еще до всего двадцатого года рассказывал что так будет все я вот я вырос беларуси просто вырос в городе витебск красивый город да мой любимый пожалуй очень приятно вот а потом потом вернулся в москву где-то тут луч него вот тут он видимо стоит моего когда убьем тогда я вернусь этим обратно мне вот мне нравится беларусь знаешь в чем мне кажется что беларусь заставляет россиян меньше грустить когда ты думаешь что в россии есть проблемы с политическими свободами ты смотришь на беларуси такой типа ну все не так плохо так у вас сейчас так же как в беларуси в смысле нет 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 ну все меняется так скажем сейчас становится гораздо хуже чем было но условный двадцатый год беларуси россия вообще не сравнимая и я в принципе когда при ну вот когда приехал я у меня был культурный шок что в стране в россии в принципе есть политика на руси прекрасно что мне было политики до двадцатого года в принципе не было на полном все было выжжено не было такой вещь как политика в россии таки она была и она была сложнее ради каравана не интересней и действительно не так все было плохо с ограничением политических свобод ну по ряду по ряду фактор можно смотреть ну нет вот это вот вот это вот неприятно вот это да чувствовал я чувствовал сердцем ты сможешь посмотреть в какие я техи вышел я же раньше тебя вышел да плюс у меня производства больше да и нужно было остановиться я согласен но наверное час в этот город пущу караван подождем один ход пустойте денежку дали ты теперь богатенький шашончик началось началось можешь дань заплатить посмотрим чем не платить все заберу все равно перекладывать из одной руки в другую ты богатенький самоуверенный шашончик так ты отводи своих метка луков то покажем им кучкину мать смысле отводи это же агаицкая народная республика нет нет началось началось сейчас мы покажем вам про народ про республики убьем лучником так сюда надо идти гемс обрабатывать потому что эдерны еще ну во-первых это просто счастье начнем с этого да пойдем сразу этим рабочим так все ветер боюсь только ну да вот явно где то есть варок что же приходил лучник я думаю имеет смысл тут залочим на еду остальное пускай вот это обрабатывается имеет смысл сходить и там лучником потом я начинаются проблемы какие проблемы думают варвары гнобят а утятам какие проблемы я тех сказал я не верю ни единого твоему слову какие варвары у тебя почему у тебя всего больше у меня лучше нация как как-то выше объяснили не знаю может тебя просто авторитарное правление а у меня демократия до началось демократии придумать эти либеральные сказочки да да вот это вот эти вот это надо открыть конюшню я тут конюшня во всех городах в столице такие вот так вон там лезет уже ручник реально это странно даже она может с религия что-то с религией взял может быть да и чудеса то хороший взял ну такой это средняя не то чтобы ты мог за счет них потарифу эти так тут мы сохраняем на следующий бой не на миссионеры на пророка не буду я пока распространять религию шашонов такая мрачная музыка игровая вообще ужас что-то тут шамана и мне на занять наушники что-то набирает ужас бессмысленно немножко чаще и счастьем проблеме это уже закрыл традицию нет нет а ты взял монархи а что ты не взял аристократию или чудеса ну вот еще одна из причин почему быстрее тебя все построено да да я видишь это надеялся что нету тебя хорошо место под ветром ну это глупо ну то есть если ты открываешь дерево технологий и видишь что соперник вышел в деньги этого я не сделал и при этом не вышел не вышел в библиотеке даже тут это просто знаешь такое очевидно да ты прав прав лёша халецкий занимается буллингом сейчас прямо на ваших глазах если что газлайтингом но газлайтинг и но хотя в какой-то степени может быть и вырубим здесь леса потому что на на равнинах стоит кстати а ты какой-то пантеон взял что-то вообще пропустил я культура от пастбищ я культурная страна вот и не прямо интересно и закроешь ты раньше традиции чем я или нет сколько тебя до традиции до конца один ход значит раньше да видишь мы культурная нация а мы быдло это правда чисто стоят там лучники границу хранят ночью мы еще делать не знаю придумываешь сказки про варваров давай мой сути нагребает варвары хочу о чем не остановился не пойму то границу он охраняет так библиотека не твой враг отнесись понимание библиотеку нельзя строить многое stonehenge не караван караван построить не пози караван я хочу из анкары в стамбул а то есть рано рано для каравана может ладно давайте минт у нас серебро это дофига всего даст интересно есть еще руины на карте пропущу ход не хочу сюда влазь здесь и тут лагер и нашел если не секрет ой я не помню но кстати немного мне кажется да что я больше нашел сейчас долго будет вырубать не ладно так оставлю хочу амбар быстрее души на амбарнике тут все равно сейчас мы вырубим все-таки джунгли неприятненько местность где тут ну если ты не знаешь что и не надо знать где у тебя тут интересная местность думаю сверху ты ходишь да ну куда что меня никуда больше не пустил вообще зашибись пока все так что у нас демографии просто производства в два раза больше что после традиции будешь брать скажи честь честь моя моя лишь честь на или на важность этому коммерцию продолжаем стамбул я вру конечно то ни другое не буду брать так блин а тут точно конюшню надо сначала что извините раз два три 4 4 производства плюс блин наверное пора мачу-пикчу в стамбуле еще строить проклейки вы чтобы не было таких остановок у рабочих они останавливаются если рядом варвара оказываются причем даже ну там в каком-то радиусе в одной клетке просто не получается так старим лечимся пока поставил лучников чтобы у тебя не спавнились на герявару как вариант защищался от меня так тяжело вздыхаешь да вот вот сижу сижу я вот радовался что руин много нашел шашон и да да что шашона что-то что-то стабильно идет не так а что непонятно и горишь у тебя место офигительное и место неплохое да ну ты видишь ты говоришь что тут в принципе в среднем по больнице места хорошие так что может быть и такой уж прям офигительный но место неплохое неплохое объективно так мы следующим ходом может кстати пророк для укрепления религии появится города реально и раньше себя поставил ну это мне кажется мне кажется что это важно на башность так все пока красиво еще производство так ну что стоунхендж два хода караван 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 ведь это уже амбар сделал караван потом можно и стоунхендж кстати из анкары в стамбул стоунхендж три хода о и как раз ровненько к мачу-пипчу сейчас вылечусь апну в метколуки пойду с этим лагерем разбираться ну и здесь наверное все таки стоит благовония обработать хотя опасненько черном чаще у тебя умного на канале так ну твоим зрителям может быть интересным ролик про нацистскую пропаганду потому что действительно а то они в жизни не видят ее до половины комментариев под тем роликом потому что что-то нам снимаешь то что мы так видим зачем нам реальную жизнь да 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 историк еще называется вот так это говорят люди да действительно механизм оправдание агрессии континентальных империй он очень похож германия тоже была континентальной империи с широким германским миром так называемым и германский мир тоже был интересный концепт и мне даже он симпатичен был до того как из-за него началась мировая война вот да ну и в принципе там снимаем снимаем исторические ролики делаем что-то вот интересное увлекательное что недавно вышел ролик про три пожалуй популярнейших мифа нацистах наверняка те кто смотрит ролик знаете стату геббельса о том что мол если вы возьмете если вы хотите соврать мол берите самую большую ложь и постоянно повторяйте ее и рано или поздно это станет правдой такая цитата очень популярны в разных формах доходит до нас вот ну и как и очень многие популярные известные цитаты это абсолютно неподлинно у нас нет никаких общей близких врагов раз высказывание от геббельса зато есть ровно но как не обратное высказывание но он короче в ровно в этом же в том что англичане он говорил берут берут ложь просто повторяет ее до бесконечности пока она не станет похожей на правду и пока они не вдолбит англичанам в голову вот это вот на общей гибель с интересный персонаж в этом плане доктор философских наук между прочим и очень любил америку кстати очень вот не нравилось америка с их образом жизни он считал что до нация без культуры без собственной культуры вся ее культура украдена у европейцев у немцев вот ну так и есть он безусловно он то есть он вообще это очень важный референс пропаганды что пропаганда она типа она строится очень часто вокруг такой вот правдивой штуки а потом просто кругами наплетается в разные нарративы да извращается просто ну там не то есть просто из 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 правды определенной ты делаешь то что нужно именно тебе в плане ты доводишь ее до той мысли до которую ты должен довести до избирателя ну да вот он очень любил американцев был америка на фобом очень серьезно вот много чего интересного написал в темничках еще там собственно это три мифа три мифа нацистах почему я начал с геббельса еще миф о том что тоже наверно как-то не слышал о том что гитлеру хотели сдать нобелевскую премию мира тоже очень популярная тема то что гитлера действительно номинировали на нобелевскую премию мира но никто не смотрит кто сделал эту номинацию и что он в сопроводительном письме написал там какая история была была история что чем берлину тоже шведские парламентарии захотели дать на чем берлин с британский политик премьер-министр в рекламентарии который просал со своей политикой умиротворения вы наверняка его знаете как человек который подписал соглашение и стал архитектором соглашения когда гитлера гитлеру отдали судетскую область а вот чтобы он не начинал войну а он перехитрил всех взял из у детской области войну вот и суть в том что в третий девятом году ряд шведских парламентариев предложили на его чем берлина дать нобелевскую премию мира ну посмотрите мол он вот принципе избежал войны мы из-за него сейчас не сидим в окопах давайте дадим ему нобелевскую премию мира и один из других а другой шведский парламентарий антифашист эрик бранд он с негативом воспринял это предложение и максимально иронично написал письмо в котором предложил назначить нобелевским лауреатом мира адольфа гитлера он прям вот там изливается иронии он говорил там у него интересное выражение что мирные пожелания адольфа гитлера зафиксированы в его величайшие книги майн кампф заслуживают уважения и прочее там называет его князем мира на земле намекая на сатану вот и в общем то изливается желчи по большому счету и но это воспринимает сегодня многие за чистую монету хотя на самом деле смеется было ироничным и свою номинацию эрик брандт отозвал спустя два дня после назначения на самом деле никто всерьез не рассчитывать гитлера в качестве лауреата нобелевской премии мира всем было понятно что человек опасный опасно его боялись как минимум действительно дяденька напугал многих своими приколами спасибо за исторический ликбез ну соперник раньше меня мочу пиршу построил это к сожалению кстати так что когда он следующий рано ванна такой гильдю артистов и тогда все пахнем и канал лёш холецкого спасибо ну чё там у тебя все плохо да не слушаю вообще я бы сказал что нормально вот я смотрю на демографию и она мне говорит что ну вот не не так уж все хорошо но я думаю что это просто лагает демография вранье этих западных сми да 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 мы проведем новую перепись это вранье турецких сми да вот у тебя в шашонских все правильно написано скорее всего мы мы короче мы репрессируем переписчиков которых не согласно которым демография у нас получилась такая проведем новую перепись ее результаты нас уже будто претворят непонятно непонятно почему я стою мне еще не понятно давайте мы после философии ну да надо надо следить после философии в чеченицу надо бы конечно попробовать чеченицу рвать а затем почему мочу плечо он он скорее всего инженера с артемида использовал что же ты дал интерес защитник веры и пагоды а то есть ты думаешь я на тебя нападать буду нет чтоб ты его не взял а то и так 20 процентов еще 20 процентов будет вообще не пробить это правильно мне до защитника веры еще далеко но те даже религия по-моему не взята да 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 я про это и говорил что она пагода сначала возьму прежде чем распространение может быть барабудур вообще построю так ночью я бы уже дорогу стал ванкару ну я я вижу что у меня с развитием все зашибись мне кажется просто сидим на развитие чтобы чем нападать я бы еще четвертый город вот сюда поставил но это при условии себя чеченицу и нотр-даму рву вообще зашибись будет туда четвертый город провести сколько культуры нафармил с этой части да кстати тут я взял ее 1 ты же чем в традицию зайти ну в моем случае честь не особо было вузами не так много вооруж когда увидели было так и надо так сразу так ванкаре водяная мельница светилище амфитеатр наверно колизей давайте стамбуле гильдию писателей вот хотя по внп по внп вровень с тобой иду внп это что у нас а это деньги да ну ты мыщу пикшу построил по идее должно быть больше и рынке вроде построил население население деградируем мало население малый бизнес не развивается да ваш этот малый бизнес так но осталось вот этот лагерь разобрать за может даже держать здесь лучника чтобы никто не появлялся в итоге я под блин лошадь лошадь конечно больно ну ладно у тебя все зубы короче лагерь варваров можно сказать спасибо спасибо пожалуйста так храм амфитеатр театр сколько у нас дочиниться два хода что оракул попробуем а что я хочу взять с оракула наверное коммерцию будем брать даже интересно пойдешь ты меня убивать на иначарах или не пойдешь я бы точно строил иначаров чтобы апать их потом в этих стрелков город все еще не дал кстати этот квест да на так есть какой-то типа он запрограммирован может быть с каким-то событием типа когда он да там что-то как как-то варвары вроде должны что-то делать по моему чтобы он дал куда я не помню может рабочих украшивать я тоже подумал не не рабочих там я вот не понял то ли какое-то их количество должно наспавиться рядом с городом я не помню что-то что-то должны сделать так ну я переключаю на чеченицу в уж тут извините чеченицу важно построить и даже наверное вот так сделаю чисто на производство чтоб все было и дальше в нотр-дам пойдем за это время успел победить оракул построил соперник но мы тут ждем чеченицу чтобы запустить золотой век подольше надо уже как-то разбираться с лагерем колизей ну можно амфитеатры я думаю не помешает он сушите так я уже наверно могу а ты 130 стоит так мне кажется нет кстати привязки я вспоминаю что в поздней игре города практически сразу дают квест на типа лагеря варваров независимо от того что те их не грабит ничего не делают и просто такие о лагеря варваров нужно дать на него квест ну возможно кстати а ты нашел ты 2 2 ггшки нашел нет одну нашел окатом вторая я вас не скажу сюрприз для тебя будет может не будет в тему савы нынешних дней там киев возможно кроме киева может быть тему нынешних дней так анкара дым караван щеки нужны она в стамбуле я буду из стамбула отправить в интернер например чеченицу надо строить так следующим ходом будет понятно ну я сомневаюсь что он оракул строил я не думаю что с его производством он может себе позволить так много чудес там ты мог стать у него большой уже ты мог неплохо у него вырос но тут у него явно конечно ферма дофига в принципе да я думаю что чеченица но я дожил до такого рэпа постою здесь метка луком представляешь бунтуют бунтуют люди не нравлюсь им я смысле такая но у тебя не не законтролил да и законтролил минус одетами ферма пока не буду вырубать возможно на нотр-дам оставлю ну ты инженера на мачу-пикчу использовал нет 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 инженера страна с артемиду должен быть и но он потихоньку капает у меня аж садов нету хотя садов видимо инженер у меня вообще нету инженера ушла нету ни одного чудуны а подожди у меня этот есть сорян мавзолей точно ну значит я там примерно так же как у меня хотя чуть позже появился мавзолей по моему караван дорога ферма возвращаемся так сушки откуда у меня тогда а нет с мавзолея у нас торговец капает инженер у нас со столом хенджи петры и ну дайте хвоист уже ученица теперь но у нас инженер появится суши так я нотр-дам за инженерю вот и все но первый юнит погиб у меня в этой игре пойду этим засвечивать писали руш прям 1 июня только потерял да 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 это не терял юнит знаешь как ты тип у меня же начальные эти метколуки которых я взял в руинах как-то спокойно довольно все прошло этом плане ты мерк наверно напугал с эти с варварами я как-то аккуратно на самом деле с ними играл по большей части один раз меня серьезно напрягли на остальном давайте начинала пик построим и выдерны так у нас бегает 4 каравана 2 стамбула по одной тьме бы еще два каравана да где-то собрать пока стою дождусь писателя чтобы он тут засвечивал я их не буду пока использовать писатели пускай там стоят почему нельзя убить одного жителя просто своего да раньше было в пятерке ой в четверке что можно за жителей ускорять производство в пятерке шестерки это убрали ну ты можешь ты мог поставить ну отменить рост и типа для того чтобы минус 1 да да ну мне нужно было это пляж это нужно было своевременно не так ну тупанул бывает у меня производства в два раза просто так мастерские теперь везде так у меня 1052 денег уже вал то есть а может купить мастерские просто сколько они стоят 420 но давайте одну куплю в одерны где у нас дольше всего типа строится хотя могу наверное поселенца купить 370 давайте купим по нижней ветки пошел до в янычары в янычары не очень верю вот каждая каждого твое слово пропитана какой-то какой-то ложью сейчас янычары твою шашумскую попку надерут нет нет мы в это не верим так игра предлагает и вот сюда ставить ну кстати интересно поведу пока под защита одного метка лука если гордостью предков тяжело конечно хотя 15 процентов не так уж и много так цирку с максимум пока максимизируем счастье все возвращаем метка лука домой овечки фирма фирма так пойдем четвертый город будешь ставить думаю да думаю это разумно думаю просто сейчас наскоришь сначала построить или ты все еще не построил наскоришь ну да да чисто для засвета стоит так амфитеатр стены и великую библиотеку великую стену великую библиотеку мы не строим у нас как бы запрет эти может рабочего о религия наконец-то цикулярное государство православие шашон и православные шашон и это мы блин там уже копья готовят вонзить нам куда-нибудь железом конечно напряжен напишу так пара это здесь и не ахти да пора конюшню делать так сук у нас два хода до нотр-дама эти парфенон культурка не помешает жила тяжело что же мне делать как тебя вы надо идти захватывать я тоже так думаю но сейчас мы на шашонской кавалерии давай жду когда она там всадник и камачи нормально не так уж и далеко так вот эти овцы конкаре относятся две строю на этих холмах фермы потому что у нас производства и так дофига в стамбуле вообще все в холмах нужны фермы чтобы расти хоть как-то почему ощутить а петро еще можете а петро хорошо стоит сути а петро холмов хочу разгадать 4 своего отставания 4 на 4 приятно так тут наверное лечение надо будет брать 4 много наверно запущу опять золотой век так нотр-дам инженерием в универы надо зайти а потом уже пойдем в янычары короче мой план следующий сейчас нахожу руину захожу туда лучником метка лучником который из этого из разведчика моего первого опою гатлинги и до тебя одним гатлингом сносить как ты можешь метка лук в гатлинг капнуть но я арбалет опну ну то есть у тебя арбалет есть ну и пока нет арбалеты надо открыть это 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 мне еще нужно найти руину но я тебя общий концепт писал да так что готовься готовлюсь гатлинг правда такой ситуативный юнит но мне кажется тут он на холмах в горах неплохо хотя будет такой город на отшибе этому будет анклав такой далеко в горах я даже до дорогу не буду вести просто пусть будет киев хочет вот этот лагерь я как раз тут где-то поставлю город и минус лагерь или правая ну какой какой нотр-дам ну а вот это у меня инженер появился но это я верю потому что слишком недавно мне кажется открыла на вот прям на прошлом ходу открыл правильно тяжело как с тобой играть не знаю поэтому гайды в сел посмотреть мои потом игры ну кай гай ты осмотрел даже играл мне кажется и у тебя когда-то была лига по 5 цвет я да не кажется точно я с тобой когда-то давным-давно играл в одном фуфа это вряд ли ты помнишь ну да а я нашел нашел еще одну выгашку ничего себе все-таки есть да есть третье спрятано ты ее не найдешь никогда слава богу я думаю я просьми уже лучников плен и чеченицу забрал и это заброшу тебе еще надо что-то твои города да иди забирай мы мы сражаться не будем за этот режим бандеровской приходи и бери земли и воды дадим тебе блин я бы наверно тогда уже тут вставил люк вот этот конь меня меня накажет так что лучше тут поставлю город так блин открытую местность прокачивать город стоит на ладно давайте на кстати может наделать разных юнитов это же от гамбры культурный рост ускоряется на 20 процентов что значит эта фраза это культура просто на 20 больше культура для этого надо играть на английской версии как это делаю я очень странно понятно что там по-английски boost city culture output by тонны процент то есть увеличивает на 20 процентов ту культуру которых дает город я так и думал но я предполагал может быть это как он горбат знаешь типа что-то такое культурный рост вот 4 город вижу красивая зачем сейчас столько денег не знаю некуда я вон даже поселенца купил все равно деньги все идут и идут так три бушет наверно надо и после три бушета блин что миссионера купить иначе пророк появится скоро а сколько на пророка 335 что же нас здесь шон кара сама в мою религию перейдет юниты рановато мне кажется строить будешь меня захватывать и не понимаю вперед обещал столько слов было давай где твой титул сразу валеные едины чары да 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 блин жалко сейчас тут лес вырубать пока ладно давайте здесь шахту лучше червона зараза почему червона я вроде не коммунист ну мы все равно мы цитируем просто песня и как песня стихотворение одного из восставших участников варшавского восстания знаменитого но там же был сюжет они были уверены что красная армия должна была прийти их спасти там очень спорно могла ли их спасти красная армия но не суть суть в том что они действительно были у восставших были такие настроения что которые выразились стихотворение первой строчке которого звучали как мы ждем тебя красная зараза чтобы ты спасла нас от черной смерти ну то есть отношение такое к происходящему что мало и то и другое нам не нравится но вот это нам не нравится больше таки заразает чуть получше чем смерть поэтому давай уже приходи такая такая история грустная ну да такая не веселая не веселая веселая польское восстание она такое подступает подступает потихоньку тут обрабатывать но я не верю не веришь с метка луками пойдешь меня рашить блин лишь я поверил забудем забудем все что было от отрицание к принятию без торга даже без торга без торга без воен торга его сказал ну сейчас посмотрим посмотрим на что способна шашонская цивилизация не но я не я этими не возьму я просто хочу он напрягся что-то начал строить тут конечно нужны яны чары и арбалеты в первую очередь но и обратного такая ограниченная готовность к этому событию надо было так хаваем писателей маринуем на складе пока интересно ты в коммерции ланскнехтов взял до часа и ты сейчас на 800 монет значит да ты как-то слишком легко отвечаешь да я тебя вот теперь я снова не верю нет я не брал ланскнехтов зачем ты метка лука вывел из-за гаидики не нужен нелюбимый метка лук отдаюсь ой прям требушает ну когда таракотку строишь надо все доступные типы юнитов между меня нету ни железа ни лошадей видите я не смог все построить к сожалению так у нас один ход до универов что нам поделать один ход варвары активизировались вовремя вовремя сидели они у себя ладно композит тут храм я сразу переключу на универы когда откроются и после универов прямой наводкой конечно же варбалеты и янычары ну блин маловато денег для на ланскнехтов на самом деле может патронаж и взять блин какой там второй город коломбо не верю не верю я что это нападение мастера патронаж возьму сенен саврама сразу по году можно купить что анкара все никак не превращается блин стамбул конечно шумовой город у меня что тут если два холма перед агайтика и занять конечно очень легко за хотя нет ничего не легко не хватит все равно неудобно стоит ты вот из этой поймы сможешь требушетом стрелять по агайтике правильно через холм до не так плохо для кого для тебя то есть из-за меня беспокоишься что я тянем не возьму да я не понял да тут куда-то проход охренеть охренеть что-то я вообще был уверен что там нету никакого прохода охренеть вот это поворот проблему так без иным и за что и думаешь мне сначала в арбалет и апнуть на это же эти клетки смогут и нормально мы не будем жить ну агайтику сложно брать так есть универ ну давайте барабудур когда ты пренебрежительно сказал что ты не взял ланскнехтов ланскнехт это плохой плохая социальная политика кажется можно интересно реализовать и можно да согласен просто в данном случае я не вижу причин для но он склехтов там тяжеловато проламывать я бы сохранил эти деньги на апгрейд юнитов ли на содержание вот как-то так наверно сюда рабочим ну тихо 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 лёш что это что это за передвижение войск на экране это целая 5 ой тут блин опять где где ферму надо где юнита где гены чары носит откроешь тихи ты видишь это еще не вышел вот я про тоже как-то слабо нам этого образования даже в арбалеты решил не заходить то есть это блеф был ты хочешь сказать да это был блеф еще безобразие что с покер играем я думал мы тут сидим порядочные граждане мы русские не обманываем друг другу как яшни русский русский со знаком качества так вот эти вот этой армии ага идика не берется конечно же но вот арбалетами и мы чарами вести к белорусскому и от нас уговоришь значит у меня счастье вообще немерено конечно настроил чудес все счастье забрал на карте ну ладно что подходит что-то подходит страшно ну ладно двойной блеф так пошли в эту территорию исследователем даже интересно что там даже тоже апну кстати в арбалета пора здесь уже тоже ферму делать что демография говорит но нежно и на я нашел осталось осталось сделать арбалеты и гатлинга на арбалеты у меня есть осталось найти того самого но я сюда поставлю три бушет и сюда поставлю три бушет сначала арбалетами вперед пойду или нет даже наверное копьем и я попробую я попробую чисто а стопа же отсюда три бушет не добиваются тебя холмы отдал ошибка важно какие какие-то михал мы легко отдал ну вот эти вот но то есть я не то что но их надо гайдикой ну то есть не то чтобы отдал я их не занял что кашевать оттуда выбил вообще так тебе надо защищаться в своих границу хотя шим бонус к защите что там ругаешься извините извините да не недоконтролил опять это не до контроля вот так у тебя тут тоже куча арбалетов а вы как думали думал что не будет ну то есть как выбрать и нету смысла теперь лезть уже вперед так а что киев еще хочет торговый многое так если сюда встану рабочим он пойдем-ка копьем не недоконтролил и опять получил дебав глупый блин что одна клетка вот этого лагеря и они спавнятся там тогда же две руины нашел будет два гад и галёш но зрите проход к нему чисто вот не двух разве чего гаиде 3 к сожалению ладно у катлингов нибудь там ты хоть сиди дальше в развитии играем сейчас сейчас пророк появится ладно посадим его капитулируй я просто влить не буду лезть вперед вот и все так займем тут половину территории но я да да все вы делаете по методичке все вы все вы одинаковые сначала обещаете ага и дику за три дня а потом просто стоите и поля мои топчет да гору буду те успели блин реально что ли гатлинга сделать поможет он да нафиг он чем нужен я тоже так думаю так а я софья нафиг надо все остальное тоже а давайте рабочего просто встанем вот здесь этот лес можно вырубать спокойно он в четвертом радиусе никто не обрабатывает технологию взять так это же будет блин мореплавание технология сто процентов мореходство другом да так и будет так вы нам не нужны начала блин тут не не про не даже с янычарами не продавишь 3 за где вот сюда город набер поставить и например сюда цитадель не знаю не продавливаешь никак денег вообще нету все апнул я пока плавать не могу да давайте надо не хочу открывать плавание пока не уж не надо почему это раньше не сделал да вот тут блин реально я и не одну тут все тут уже горы да осуществил универа не посадил блин ошибочка на глупо конечно было раньше не делать что-то опять вздыхает что-то опять заложение чаще щасу ведь нет я просто нашел хороший ход мне кажется я очень жалею что я врач не сделал нас на следующем через пару ходов он делал не то чтобы это залажал мне кажется твой отрыв это суп сумма микро момент счастливая случайность да скорее всего случайность истечения обстоятельств на ооо нет все нормально и уходишь и начаров так ничего нам строить аюсофию там сразу химедзи будем делать вообще реально больше городов поставить что их ссалю так ай тут прохода не будет да не там за коломбо должен быть проход сто процентов должен быть он же его встретил раньше меня тут вот не было прохода он не мог встретить раньше меня вот отсюда пройдя ну ладно все правильно не не было никакого хорошего хода я глупый так что еще киев хочет караван все было прошло а у меня есть план план твои войска будут взяты в кольцо и разгромлены ну давай на самом деле хочется вот тут пятый город не оставить речка в колечке 22 дивизии да ладно не должен там быть тут ведь но я должен проплыть тут чтоб туда попасть да блин здесь реально нормальный проход единственный вот тут так тут он стрелять по мне не может потому что лес и холмы соответственно хотя не знаю почему я вижу его арбалет честно говоря так я где-нибудь священное место хочу поставить хрен знает где правда киев уже снова брать но я пойду вот эти клетки открою просто чтобы видеть что там блин чутый один ход до химии думал мы один в один ход все это построим ладно боже ладно давайте немножко науки буквально один ход не знаю куда не знаю куда определить пророка и клетки я уже все обработал так ты тяжко вздыхаешь для тяжело тяжело где война обещанную я не пойду терять юнит я жуков понимаешь на мясо туда все осуждаем осуждаем клеветона маршала победы мы все все мы просто обсуждаем на самом деле это и это всерьез это разбирать нужно смотреть то что делал жуков разбирать штабные документы сложнее персонаж был гораздо и действительно очень талантливый в плане штабной работы не сразу оказавшись на своем месте не вовремя так сказать в целом новое время через что блин через через то самое как говорится як шамлар мы 100 лет шины на лада подождем не мог я строить юниты что бабнуться веный чар потому что у меня нету железа вот вот железо где ближайшие мы сейчас рационализм начнем уже брать блин здесь интересно на карфагене играть да да на карфагене тут прикольно можно было бы приходить но с другой стороны видишь бонус другой бонус национальный не реализован но вот именно через горы какая-то еще есть мне кажется его который через горы но там не совсем через горы инки в них просто террасы рядом с горами кучу еды дают не но они еще по холмам прыгают туда по холмам они бегают просто и дороги на холмах не стоит я вот на этой карте если бы не выпали инки или тебе я бы просто не продолжал играть то есть это слишком слишком крутые бонусы гладь видишь каждый раз не верю не верю самом деле я пойду о линии обработаю вот этот холм вот этот вот я жалею что раньше не сделал нифига себе ждет этом честь что ли открыл то что не следишь за мной недооценивая особо но она как бы тут не важно просто поэтому я видал я вот подумал что этот ход очень интересный интересный шелчей среди этого взять давайте по обстреливаем может реально сеттлера сделать пойти 5 горми так много чего-то надо скорее в этом городе после храма так что-то много счастья так нужно нету смысла сюда вести а вот всегда реально надо дорогу делать я думаю где вот пятый город хочу поставить может прямо на серебро да тут дотягиваюсь до всякого минус 3 заход сколько что юнитов наклепал много мы хоть уже вера не нужна везде на короче и долага и купил налоги я верю что я мне технологии дадут потом из нового времени что-нибудь да главное верить согласен знаешь же это что дюймов очки на день рождения подарили ботинки сорок третьего размера и они и подошли потому что она верила гад знаю зачем мы правда вот этого терять арбалета ради того чтобы того убить так сеттлера даже здесь постою по засвечиваю ну не знаю чуть-чуть и не видать шансов успеет херить интересно нет успел нет но если у тебя показывает что успел то у нас будет рассинхрон следующим ходами у тебя там не будет арбалета ну нет он есть но такие ты его убил но когда что успел отхилить ты в этом плане но невозможно успеть отхилить потому что отхилить тебе надо два клика сделать грубо говоря а мне только один клик по нему клик а я успел талант так вот наверное все таки киев хочу союзить поэтому поведем сюда счастья ту мя дофига киев извините культуру дает блин даже не посмотреть что там у них блин итак открыть новую технологию мореходство блин а были вообще мне кажется что это какой-то псевдо рандом то есть мне кажется что у него как-то больше вероятности открыть старую технологию почему-то но более дешевую ты имеешь в виду мне кажется это это баланс просто было слишком круто извини ты там вышел да да оба черт ну с другой стороны видишь если бы мы играли на морской карте все так же было бы то есть и равномерно там допустим открывалась хотим не знаю насколько часто все равномерно все открывается ну да тебя тут не пробить так как гамбра но он там вроде собирался и устроить шипы наверное наверное сейчас не буду знаете я подожду до башни в этих леса вырубал брать лёша когда нельзя взять рационализм зависит от того что ты там играешь игру компьютер на цивилизация думаю то что я еще в ноль возьму какую-то штуку хотя соль коломба то сейчас за союзу дает больше бонусов всего на этой карте хотя меценатство тоже в ноль неплохо дает хотя нет нас на этой карте как будто бы таким интересно у кого культуры больше он две тысячи триста тридцать четыре я ой начать аппетита слабые бонусы туда у меня дало более что это ерунда ну почему ты воюешь там неплохие бонусы участие дисциплина по-твоему неплохой бонус следующее после нет военная традиция или ты уже взял плюс 15 процентов к силе когда рядом другой юнит но это ближний бой только только ближний бой ну так построить ты у тебя впереди ближнего боя сзади арбалеты и хрен ты пробьешься если чё дожди на тут видишь ты как-то я даже не уверен как поставить могу ли я так блин за покатился у меня торговец родился глупо ну ладно это все идет по плану так игра предлагает здесь но это для того чтобы больше железа мне кажется это железо колумба заберет пока я буду я бы наверно здесь поставил просто как-то рядом со всеми городами она получается вполне нормально самое неприятное в твоих иначарах что варвары стали ладно попробуем альгамбру здесь иначар один ход построим и стоим ждем я сейчас кстати сожгу писателя вот закончится золотой век чтобы рационализм быстрее принять невозможно на этот холм встать должен убить его опа это вот и не честно в конце хода арбалетом походил а блин господи нафига мне столько пророков что-то как-то мышка тормозить стала стол видимо как-то странно отражается так пора башню пизо строить потому что она дает опять же прирост великих людей блин пророка этого на пустыню посажу вообще немножко он бессмысленен у меня эти банковское дело и запретку еще построим так нету не лечилок нифига так ну вот этого надо попробовать убить и этого а этого мы не убьем так этого я попробую убить этим требушетом так и используем писателей блин надо было этого сжигать сейчас могут варвары появится фак тупанул все с этим что ли подойдет убьет так предложение мы в принципе не вносим ничего не делаем просто нет ты не можешь не внести предложение ты просто когда она будет голосование ты там не отправляешь никуда этих так вырастим побыстрее я на дорогу строить это вообще больной да вообще я не понимаю что я тебе сделал виноват лишь тем что хочется мне кушать ух ты укрепил религию чё там монастыри а и дальше распространяется думаешь поможет да уверен победим культурно вага идики больше иудеями хотят быть чем православными это это ты так сказал аж эти референдумы не признанные ни одним ни одной страны да тем более шансов тут две в этом мире это да нюанс что там демография говорит да да ладно он все таки рай но я думаю что это инженером ладно коломба объявил войну вот тут видите можно давайте может каких-нибудь рыцарей построим попробуем пролезть ой фак мискликнул так это холм холм я не могу спасти этого арбалета поэтому просто его держу здесь чтобы он никуда не девался так значит в стамбуле ну давайте доделаем янычар собственно выдерне можно тоже янычар сделать я попробую как-нибудь тут проплыть все таки коломба засоюзил там есть проход что подстава будет конечно если да посмотрим по моему нет надо пойду обоими посмотрим получится при ну блин я же просто исследуя это же как его религиозные и это атаковать он не может так холмы наверно и против выстрелов так давайте запретный дворец так ну дальше в индустриализацию идем там тяжеловато пролезть как бы как ни крути зоопарки надо строить попробуем сохранить требушет мы воюем за чем-то с тобой зачем тебе зоопарки там животных хочешь мучить живодер с турецкими солдатами ничего делать не буду мы придерживаемся всех конвенции возможно заметно называешь их животными нет подождите давайте сначала оптику ну чтоб юниты можно было на воду спускать и потом экономика индустриализация мы отогнали врага от границ надолго ли ну просто он тоже видите потратился в армию денег туда влил у него минус 2 кстати а у меня геликарнас вот к вопросу зачем геликарнас вот эти к вопросу зачем геликарнас ну да денег куча ты видишь у меня минус 5 постоянно минус ну вот блин сто процентов прав денег очень не хватает пойду разбираю придется видите надо было оставлять здесь писателя не сжигать это уже в банке будешь банку я тупанул да да ладно как он убил просто одним а одной атакой убил копье странно они там арбалет был факт это честь в ноль взял в итоге нет нет надо больше арбалетов чтобы держать эту территорию единственный кто обладает честью на этой карте ну и чё помогает ну так как тебе сказать не мешает ой блин проспал ладно я к шамлар ой здравствуйте здравствуйте мы вас ждали заждались так тебя дождать пока отсюда арбалет свалит чтобы переплыть так почему вот оно почему не понял а тут дороги нет вау я думаю чё зад не надо было конечно посерьезнее идти в нотердам или в чечницу как то нужно было их забирать одно из двух чудес то что ты оба забрал это очень очень серьезно моя ошибка и петру важнейшие чудеса супер супер неприятно ну я не знаю петра у тебя в плане у тебя там много пустыни но и не так я в ака этике спланировать ну как блин серьезно ты в третьем городе надеялся что тебе останется же ветра какова вероятность что у тебя не будет пустыни мне кажется огромных ну блин да такси янычары повоевали навоевались такие себе янычары так мы стоим же тут ждем них султан такси это тоже может быть но звучит как госизмена 15 лет правильно правильно нечего построил дорогу да блин уже не задолбали вот эти варвары там мы этого довольны просто каждый ход какой-то юнит фигачит но это было конечно очень хорошая реализация таракотки так тут в столице тупо все клетки обработаны которые можно было 4 техи это при том что меня мореходство открыто зачем тебе мореходство куда ты плыть собрался уплывать тебя уплывать злой ты блин а он там конем следит за мной да алис это из руина но пошли ученые ученых тоже наверное сохраним так альгамбра те варвары которые подкрадываются незаметно непонятно вообще откуда какой-то потайной лунки ты чё там себя поверил что ли вперед решил идти да все конья ты лучше сразу передавая по мирному договору маленькая кашка короче отвалилась из-за того что я купца к ней не могу довести то что она же прыгает преграждает проход и имея деба неприятный насколько у тебя счастье больше получается начнется 4 на 14 жалко я кайлас не могу обрабатывать не себе не людям называется не ну ты с него две два счастья должен иметь вообще-то да да он главное чтобы на территории да да 4 от обнаруженных чудес природы да ну да 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 Так, ну что, все, союзим Киев. Так, а вот эту ГГшку ты находил? Нет. А вот она. Киев, ну я понял, да. Их всего, получается, на карте три. Или ты еще одну нашел? Нет, я только две встречал. Ну, значит, их три на карте. Не думаю, что где-то четвертое может поместиться. Наверное, в Эдерне надо отправлять, мне кажется. Караван. Бурсу и коню. Ну, я в Анкаре, наверное, куплю караван. Караван. Да, блин, он мне там не даст, короче, высадится, я так понял. Все. Ой, как в Эдерне интересно стояло. А ты не видел? Не-не-не, я вот только сейчас посмотрел. Наверное, не мог до ту клетку, да. Интересно на тебя все было. Опасно было реально, если бы я метколуками пошел. Ну, ладно. Если там проход, три клетки. Какими метколуками? Ну, если ты, я же могу... Не, да, метколуками ерунда. Ну, я, получается, из крепости своей, с трибушетом могу стрелять в поэдерне, правильно я понимаю? Или нет? Нет. Нет. Ты только артой можешь стрелять оттуда. Да, ладно, тогда не так уж и... Не так уж и интересно. Так, в Эдерне... Блин, тут, конечно, я бездорогу. Блин, надо дорогу что-то делать. Что я тут? Без 3-3-со-рублево. Выдишь быстрее меня. Приятно. А я же тебе угля не насыпет вообще. Вот так вот, да? Да. Кача куча трачу денег на дороге, которыми ничего не дают на самом деле. Потому что это делается, что коньяк... Ну, дают перемещение здесь пока. Запретный город. Забыл, у меня есть арбалет. Ты меценасов 0 взял. Возможно. Или чуть-чуть подключил. А вообще сильное что-то, да, даже без вы дополнительных делегатов. Здесь процентов недовольства. Сильно. Наверное, тут арбалет оставлю, чтобы он сюда больше не стал. Хотя... Не очень мне. Так, банк. Так. Тяжело Тяжело Как дела вообще? Ты занимаешься каналом о жизни или ты чем-то еще параллельно занимаешься? Да, всяким занимаюсь Всяким Всяким Интересно Секретные Ну блин, ну дал бы ты убить мне арбалет, что-то К счастью Слишком жирно Балет хотя бы убил Подпишу Подпишу В моем смысле Неважно Нужно было в другом месте ставить В каком? На оленях? А вот Все тебе расскажи Расскажи, ты умным станешь Поймешь, как меня выиграть Да, может такое быть Да Не дай бог, конечно Да Кому это надо? Всяким занимается Где? Где реклама 2GIS? После ухода 2GIS С твоего канала Он нерентабельный Больше? Да 2GIS больше нерентабельно Я про твой канал 2GIS 2GIS Ты что уже давно Уже сколько? Года 4 или 5 Мне кажется, я его видел недавно На чем-то Приложен в телефоне Ну, может быть, я ошибаюсь Ну, так хорошее приложение же А спонсор этого выпуск? 2GIS Вот, если бы Был 2GIS Мы бы, видишь Нормально бы видели Где кто находится А так пришлось Скаутов использовать На На Ничего Мы и без 2GIS Пройдем по Достопримечательствам Настям Стамбула Алик, отводи, ребят Пожалей их матерей Ну, честь у него прокачан Это крутая штука Но мы, кстати Больше, наверное, не покупаем Ничего за веру Я уже расслабился Я думаю, что Я просто получаю удовольствие От игры А ты видишь Аналогично Да нет, я не верю Я скажу, что ты напряжен Очень Убьем этого, наверное, убьем Ты Зачем Ты стрел Ну, а че он Тяжелый ты Тяжелый ты человек Леша Холецкий Тяжело Не расслабляй булочки Сожми в кулачок И давай Борис Да нет, я сейчас выиграю тебя Борис Ты Ты Не видишь Всего Всего замысла моего гениального Ты думаешь, что Все легко Для тебя Но нет Заклотил прибанку Хомячок в клетке Понял Держи в курсе дальше Спасибо Просто могут убить на самом деле Арбалет Почему я только что видел анимацию Как кто-то двигался под конью Это караван был? Так и было Нет, почему я ее не туда перевел Ну я просто не вижу конью Но вижу анимацию То есть у меня там нет вижена Но я видел Ну немножко бывают глюки Вот я, например, видел Вот там, где у тебя Крепость около Кайласа стоит Вот я ниже правее У меня там нету видимости Но я там видел, что у тебя арбалет Когда-то стоял Прикольно Прикольно Отошли Так, ну я бы пока тут так вот стоял Потому что он Ему тут потребуется Прилично сил Чтобы проломить Может железо Ну блин, мне уже железо реально не надо Просто Просто не надо Так, я бы тут на дороге стоял Ждал Блин, не даст забрать лагерь Эти мудро Даже интересно Как тебя выиграть Ну не знаю Расскажи Расскажи, как тебя победить Ну вообще Выглядит, что никак уже Вот у меня тоже есть такое подозрение Ну просто, ну Когда ты в два раза отстаешь по производству Да В полтора по еде Ну то есть, как бы В каком месте ты тут можешь меня догнать Как Как вот просто Я тоже думаю об этом У тебя был шанс Если я, например, упарывался в твою агаидику Но я вижу, что я не могу ее взять Так я посижу до самолетов Или даже, может, до арты Наверное, даже артой можно уже попробовать Пробуй янычарами На самом деле Вот я вижу ситуацию Я думаю, что у тебя есть шанс Несомненно Это без шуток, к слову Просто вот единственное неприятно Что ты только через одну клетку город можешь оттачить Но вообще-то шансы есть На гатлингов Пау, пау Ты открыл, кстати? Может, сходить янычаром Ну вот я думаю, насколько Насколько может быть Что Даже отсутствие угля Как будто бы не так сильно Тебе ударит Если у тебя не будет угля Рабочего захватили А уголь у меня есть Тяжело Ну иди, устраивай контент Иди, бери агайдику Что это такое? Что это за поведение? Просто сидит и ждет победы Ну да Нет Домики построить тоже интересно Вот это вот история Про сидишь и ждешь Пока Мим будет проплывать труп Врага Это Мы не одобряем такую философию Жду упадок янычарского корпуса Твоего Думаю, что янычары должны Вот в Европе университет 4 Упадок янычарского корпуса Раньше, по крайней мере Был очень интересно реализован Что Ты получаешь этих юнитов янычаров И они очень неплохие Боевые единицы Но Со временем Они начинают тебе дестабилизировать Ситуацию в стране Тем, что Устраиваются Перевороты Ставят своих султанов Каждый новый султан Должен им давать деньги Потому что Иначе они Начнут Заниматься Негодством всяким А тут вот что-то Нету Нету минусов Янычар У меня даже Очень интересно Твоё место посмотреть Как у тебя Стамбул Стоит Но я думаю Что дело Не в местности Мне кажется Плоский Вокруг Масанкани Сколько у тебя холмов Вокруг Стамбул Ну Холмов Немного Масанкани Тоже Немало Скажу Раз Раз Два Три Четыре Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Не Десять Холмов Нормально Блин у Киева Еще Десять Угля А так А так Ну давай посмотрим Твою территорию Ты мою Давай Ну мельницы не построишь Или можно построить Мельницу Водную мельницу Не построишь А что там Что она Блин Такое Офигительное Дает Гэс Еще Гэс Ну да У тебя У тебя Очень Плоско Не знаю Мне кажется Возможно Те стоило Немножко Правее Встать Чтоб Больше Холмов Захватить Наверное Наверное Дальше Я не уверен Что тебе Прям Огаидик А так Нужна Была Вот Ты мог Еще Нормально Стоял Не знаю Ради Огаидик Это Ради Чего Поставил Надежда Была На то Что У тебя Нет Пустыни Для Петра То есть Чисто Ради Петра Ты Хотел Поставить Огаидику Да Ты же В столице Тоже Мог Петру Построить Так Она Там Не особо Работала Сколько Там Петра Холмов Было Ну Два У меня Четыре Если Ты Посмотришь Ну Да Наш Поло Столице Вообще Да Нужно Было Пробовать Столице И Успел Не Вряд Либо Я Успел Все Равно Раньше Вышел Аж Видишь Я Проворонил Этот Момент Но Это Можно Было Все Равно Выйти Раньше За счет Руин Что У тебя Вообще Почти Не Обработано Нифига Такое Голое Место Рабочие Рабочие Были Работали Ребят Вообще Два Двух Рабочих Только Нет Трех Трех Три Ну Это Вот Как раз Я Сразу Города Поставил И Сразу Ж Там Рабочих Построил Воровать Рабочих Тоже Не У кого Тебе Было Ну Да Да Я Вот Справа Город Очень Поздно Нашел А В Колумбо Там Там Нельзя Было Украсить Нормально Потому Что Он Слева Обрабатывал Нужно Было Прямо Ити Там Где Твоя Конья Но Я Был Уверен Понял Вот Как-то Осознавая Обычные Карты Вот Как Они Обычно Я Был Уверен Что У Тебя Что У Меня Очень Крутое Место Ну То То Мне Казалось Что Это Невероятно Круто Да Не Я Скал Что Просто Среднее Место Почему Оно Круто Много Картинок Мне Нет Не нравился Тимоак Во-первых Мне Понравилось Что Он Сразу Хватал Два Скота Он И Лошади Вот И он Быстро Рос Масон Канин Но Мне Нравилось Холмов Много Слушай Мне Кажется Что Для Средней Там Много Холмов Для Средней Карты Ну У Тебя Города Реально Все Хорошо Росли Вот Поэтому Тебе Надо Было Забирать Чудеса На Счастье Да Потому что Они У тебя Растут Это Одно А дальше Они Да Да Я Пытался Я пытался Все Чудеса За части То есть Типа Я Я Шел В них Целенаправленно И в Чеченицу И в Это И Просто Чеченицу Ты у меня Забрал Инженером Кажется Нет Ты у меня Эту Забрал Инженером Ты меня Забрал Я переставил Правильно Молоточки Были Шанс Хотя Не уверен Ну Ча Интересно Тут Карта Мне Нравится Тоже Твои Места Тоже Очень Красивые Такие Такие Еще Тут Тупиковые Ты так Отдел Ну Хотя У меня Тоже Ну Кстати Интересно У тебя Не так Моговор У меня Так Вот Если Движ Все В Горах Было Очень Тяжело Ходить То есть Как Б Медленно Мне Приходилось Руин У меня В целом Я прошелся Собрал Очень Много Руин Мне кажется Что я Где-то Две Треть Руин На карте Собрал Ну И Как Я Горю Я Не верю Что Ты Мог Медколук У меня Проход Три Клетки К Контролируется Да Это Правда Сверху Проход Такой Если Б Гары Вот Этой Не Было Над Идер То Можно Было Что Придумать Ну Куда Там У тебя Науки 148 Куда Ты Тут А Ты Даже В Индустриализацию Не Шел Ты Типа Нет Я Через Инженера И Ученого Планировал Пойти Инженера От Пагоды Ну Ты Понял О чем Я Тебе Еще Можно Было Все Так Попробовать Мне Кажется Во Рту Скорее Пойти И Попробовать Вот с этой Ну Вот У тебя Территория И ты Эдирная Можешь Так Обстреливать Что Я твою Рту Не могу Достать Да Но Тут Большой Вопрос Да Вопрос Я Типа Науки Тебя Пережал У тебя Могло Так Получить Ты Вышел Во Рту А Мне Там До Самолетов Бы Оставалось Чуть Чуть Если Пройти Да Не Пройти А Тебе Надо Просто Высаживаться На То есть Ну Я Даже В конце Ход Ну Там Именно На Фаст Клике Только Если То То В конце Хода Высадиться И Ну Я Не знаю Ты Не Дал Ты Ты Выставлял Туда Юнита Ну Да Возможно Как в топку Их Сто Процентов Ты Кидал Как в топку Туда И Ничего Б Плюс Мы Еще Без Шпионов Играем Что Невозможно Было Бы Шпионом Эдирны Нет А на ленях Просто Надо было Вырубить лес Ты Встаешь Стреляешь Уходишь Ну Вырубить лес Тоже Нетривиальная Задача По-моему Два хода Лес Два хода Рубится Да Нет Да Так и надо Но Все равно Я не очень Верю В этот План То есть Ну Стою Стреляю Ухожу Я стреляю Окей С двух клеток Да Ну Не знаю Те Нужно было бы Проделить Но может Типа ходов Почему С двух клеток С четырех Как минимум Ты между артой По городу Да Четыре клетки Даже пять Ну Там Верхняя Может быть Была бы Уязвима Подожди Подожди Холм Западнее Гайдики Да Вот Первый слева Равнина И Холм На котором Крепость Вот эти Три клетки Обе крепости Которые у тебя Ставятся Арта Которая А ну да Она же И вот так Вот такой Дугой Ставить Четыре арты И Не ну да Это прикольно Было На А с другой Стороны Накупить Там ну или Наделать Каких-то Быстрых Типа Если ты идешь В арту У тебя были бы Лансеры Уланы И твои Уникальные Юниты Кстати А в чем Их фишка Чуть Не пойму Просто По-моему Они быстрее А плюс Одно Перемещение Между прочим Да Вот Так И То есть Там Остряешь Артой А там Через все Три клетки Пытаешься Кавалерии Пролезть Каким-то Образом Не знаю Можно было бы Попробовать Да Но я поздно Еще увидел Видишь Как Эдирно Стоит Поздно То есть Я в на олени Стал Типа Ходов За 20 До конца Вот На 120 Я увидел Что вот Есть интересные Интересные моменты Тут Ну Да Прикольно было Ну Интересная партия Можно было бы В развитие поиграть Спасибо Что Пришел на канал Да Удачи Твоим зрителям Всем удачи Всем Мира и благ Ссылку на твой канал Я в описании Брошу Можете Посмотреть Здесь Твои рассуждения Им понравились Посмотрим Все Спасибо за игру Пока Пока Ну и вам спасибо Что вы Смотрели на этом Все Играйте в умные игры Слава Украине Живе Беларусь И Россия будет свободной Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер Спасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео До новых встреч